Саляму алейкум, дорогие сёстры. Напишите, пожалуйста, в чате, как меня слышно. Всем хорошо слышно, альхамду лилля. Как мы и планировали, дорогие сёстры, мы с вами этот месяц посвящаем воспитанию детей. И будем с вами разбирать актуальные темы, которые на данный момент для нас являются важными. Воспитание детей ничего не может быть не важным. Всё для нас важно, альхамду лилля. Поэтому мы эти темы будем затрагивать, иншаллаху та аля. Так как я включила полноэкранное, я вижу только ваши комментарии, которые вы мне будете писать. Эфир, как работает эфир. Поэтому мне этого не видно. И я вас попрошу, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. И микрофоны включить я вам не могу. Поэтому если у вас есть вопросы, я написала вам заранее. Готовьте вопросы. Если у вас будут вопросы, мы будем разбирать вопросы. Вообще, больше всего будем разбирать ваши вопросы. Такая теоретическая часть, она всегда быстро проходит. А практическая нужна всегда более подробнее. И, может быть, у кого-то возникают вопросы. Что такое половое воспитание? Половое воспитание – это этапы развития сексуальности у детей. И сейчас очень часто участилось, субханаллах, в последнее время, то, что это такие пагубные грехи, как мужеловство, то, что однополые браки. И часто бывают и поступают ко мне вопросы. А как же так? Как так, как человек? И недавно ко мне поступил вопрос, что вот, а если человек рождается таким? Вот уже он рождается. Ну, то, что они заявляют, да, что я уже таким родился. Я уже, вот, меня таким создал Всевышний Аллах. Но они навлекают клевету на Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах создал нас всех разнополыми. Поэтому в воспитании детей и именно в половом воспитании детей большую роль играют родители. Потому что первые люди, с кого они берут этот пример, с кого они учатся, а у Рату – это родители. В любом случае, как бы ни сказали, что там кто-то там достиг какого-то возраста, сейчас телефоны, все это доступно, там он открыл телефон, посмотрел. Нет. Именно видя изнутри в семье, именно видя отношения, формируется вот это половое воспитание и развитие сексуальности в правильном направлении. И наша задача, задача нас, как родителей, дать правильное половое воспитание, воспитать мальчика мальчиком, мужчиной, и воспитать девочку девочкой, женщиной, чтобы у них было правильное восприятие противоположного пола, и чтобы у них по исламу было правильное понимание отношения с противоположным полом и отношения с однополыми людьми. И, естественно, конечно же, сейчас участились факты полового насилия в отношении детей, то есть педофилия. И как предостеречь, да? В большинстве вот случаев, если смотреть на те случаи, которые происходят с детьми, да, вот дети не могут отреагировать, дети не позвали на помощь, дети там пошли и делали то, что сказали взрослые, да? Вот. Это тоже нужно предостерегать, это тоже нужно воспитывать, и родители играют большую роль в этом воспитании. Поэтому эта тема не закрытая у нас. Почему? Потому что все думают, ой, эта тема закрытая, не нужно эту тему открывать, вот там вырастет, сам узнает. Нет, мои дорогие, эта тема актуальная, и об этом каждый родитель должен задумываться, и эту тему не упускать, и в этом направлении тоже работать, воспитание в этом направлении тоже работать. Поэтому этапы развития сексуальности мы сейчас разберем с вами, потом отдельно коснемся, что и как там делать. Первый этап – это от нуля до трех-четырех лет. И в этом возрасте нет понимания, запись будет, да, запись будет, сестры дорогие. Давайте договоримся, это тоже отвлекает, и две-три секунды я трачу на то, чтобы вам объяснить каждый раз. Все записи эфиров, которые у нас проходят каждый понедельник в 12.00, есть на YouTube-канале нашего университета. Каждый урок записывается и выкладывается по очереди. Вот сегодня он прошел, где-то в течение недели его выкладывают в YouTube. Поэтому предыдущие, если вы хотите посмотреть, они бывают у нас, друг друга дополняют, или бывают первая часть, вторая часть. Поэтому предыдущие эфиры вы можете посмотреть в YouTube-канале, если постоянно скидываются сюда, вы и сами можете найти. И все эфиры, они записывают и выкладывают. Поэтому, пожалуйста, сестры дорогие, вот один раз я говорю, вы запоминаете и больше не спрашиваете, что вы на это время не тратите. Караклахфикум на запоминание. Значит, этапы развития сексуальности от нуля до трех-четырех лет. Мальчик и девочка, что там происходит? Происходит там следующее. Сейчас одну секундочку, сестры, я должна включить. На другом устройстве включу, потому что мне очень удобно, мне, чтобы видеть ваши комментарии. Что происходит на данном этапе у детей? Происходит, что на данном этапе дети в этом возрасте, они не понимают, кто он. Он мальчик или девочка? То есть у них нету ориентации. И он таких детей называет аутоэротичен. То есть они все период от нуля до одного года, период от нуля до одного года. Мы рассматриваем этот возраст с вами от нуля до трех-четырех лет. И он еще и делится внутри. То есть период от нуля до одного года эти дети, они аутоэротичны. Это что значит? Это он не осознает своего пола. Он не понимает. Он мальчик или он девочка. И понятие о его ориентации, о сексуальности, он получает это через связь со своим телом. Он получает от родителей. Поэтому важно в этот период, в этот период. То есть и что делать в этот период родителям? И я вам сейчас объясню, почему это так важно. В этот период важно родителям часто тискать, ласкать, гладить, целовать, да, и показывать, как он прекрасен, как он нужен, этот ребенок, да, мальчик или девочка, без разницы, да. Кто, если говорит, мальчиков нельзя целовать, мальчиков нельзя ласкать и гладить, это неправда. И почему, я вам сейчас объясню это. Это формирует, да, и в этом возрасте, да, вот от нуля до года скажут, да, что он понимает, психоэмоциональное состояние формируется с нуля. и если вы скажете, что, если я вам скажу сейчас, даже самой себе скажу, задам вопрос, а помнишь ли ты в годик, что с тобой происходило, никто не расскажет, ни я вам не расскажу, ни один человек не расскажет, да, вам, вот, но это, это формируется на таком эмоциональном уровне, на мозговом уровне, а мозг все помнит, мозг все записывает, и уже начинается, когда с нуля начинаются формироваться нейроны, то есть вот эта связь нейронная начинает формироваться, да, мозг это все помнит, тело тоже все помнит, но если если вы были на предыдущих, я не помню, когда этот урок, но как-то тоже проводила урок, по поводу нашего мозгового восприятия этого мира, да, что в мозге есть у нас в мозге есть долгосрочная память, краткосрочная память, и вот когда человек говорит, когда человек умирает, там у него все вся картинка, да, то есть не то, чтобы вся картинка, никто из нас не может сказать, да, была ли эта картинка или нет, во-первых, но когда человек умирает, его мозг выдает именно то, что было в его мыслях, в его мозге, да, то есть память, он выдает это, соответственно, мозг все пишет, просто если бы мы все-все помнили, то у нас бы очень сильно болела бы голова, поэтому даже если мы скажем, что мы не помним, в этом возрасте формируется именно вот это половое вот это восприятие, и для чего оно нужно, я сейчас вам дальше расскажу, вот с этого с нуля до года нужно тискать, ласкать, гладить, показывать, как он нужен, то есть вот эти объятия, если мама кормит грудь, то это прекрасно, да, а мы знаем, что по исламу до двух лет кормление грудью идет, вот, в этом тоже заложена мудрость Всевышнего Аллаха, сейчас вы поймете, почему, вот, если же получается так, что по разным причинам, может быть, что кормление грудью невозможно, да, то важно во время кормления поглаживание ребенка, да, важно после кормления сразу же не убирать ребенка, если это не кормление грудью, а кормление искусственное, да, вот, важно с ребенком быть в хорошем контакте, чтобы ребенок знал, что он нужен, не кричать, не говорить громко, не откидывать, бывает у матерей послеродовая депрессия, бывают эмоциональные срывы, все понятно, дорогие сестры, все мы через это проходили, кто-то еще не проходил, иншаллах, возможно, будет проходить и пусть и уж не Аллах облегчит, да, это все прохождение, но важно, когда мы готовимся к материнству, важно понимать, что это ответственность, и вот вы причина того, что рождается человек, мальчик или девочка, это совершенно без разницы, и вы причина того, что каким будет этот человек для нашей ума, какой он будет в обществе, и вот это и половое воспитание, оно тоже важно, поэтому был один случай, когда родители соблюдающие, все хорошо, мама с папой мусульмане, а ребенок мальчик другой ориентации, причем они узнают это совсем уже тогда, когда совсем поздно, и ну, я имею в виду, что поздно, что уже там есть и факты приближения к Зина и все остальное, да, вот, и для них это шо, как так, мы же мусульманы, у нас не должно было быть, но когда причина, да, этого, почему так произошло, а причина этому само воспитание этих родителей, поэтому, дорогие сестры, никто из нас не застрахован, но мы можем взять причины для того, чтобы воспитать наших детей здоровыми в плане полового воспитания, и это мы должны все об этом знать и стараться, а часто в наших, часто в наших культурах, да, говорят, ой, на этой теме у нас сабу, а вот потому, что на этой теме у нас сабу, наши дети узнают это от кого-то, а сейчас это интернет, и в интернете очень много сами понимаете чего неправильного, и очень много того, что идет активная пропаганда толерантности к однополым бракам, активная пропаганда толерантности, что ты имеешь право быть кем ты хочешь, и тебя будут все принимать, и поэтому очень важно нам обращать на это внимание и это не опускать из виду. Дальше смотрите, вот до года мы с вами узнали, да, от полутора до трех-четырех лет, сейчас я объясню, вот мы от полутора до четырех лет с вами поговорим, а потом я объясню, для чего нам нужно было, для чего нам нужно ласкать, гладить, целовать, показывать, как ребенок нужен, как он прекрасен, и от полутора до трех-четырех лет ребенок пока не понимает, что такое аурат, но уже у него начинается интерес, и он уже видит, да, что, например, я девочка, у меня так на теле, то есть с полутора лет начинается, что начинается, появляется чувство «хочу в туалет», то есть появляется чувство, что тех там, кто говорят «я приучала с девяти месяцев он у меня на горшок ходил там, и с рождения кто-то там прямо с самого-самого рождения над ванной держали, и вот ребенок там быстренько уже на горшок бегает, и все остальное, это просто привычка». Да, хорошо, развили, ну, развили, молодцы. Я, например, ни одного своего ребенка до полутора лет горшку не приучала. С полутора лет я приучала и уже могла объяснить, для чего ты это делаешь. До этого времени они не понимают, для чего это делают. да, они это делают на автомате, это привычка, а, что-то почувствовали там или как-то это и пошли. Для чего это делается? Ну, если кто-то приучал, я не скажу, что это там неправильно, это дело каждого родителя, вот, но в полтора года уже мозг сформирован на то, чтобы подавать сигналы, и тело сформировано на то, чтобы на эти сигналы реагировать. Вот. Поэтому в этом возрасте они уже начинают реагировать на то, что у меня как-то отличается от мальчика, и мальчик тоже уже смотрит и видит, что у меня как-то отличается от девочки. В этом возрасте, вот это 3-4 лет, у меня как-то была одна мама на консультации, пришла в шоке, вся заплаканная, то есть в садике мальчик там, воспитательница рассказала в детском саду, мальчик там зашел в детский туалет и стал рассматривать там девочек. Вот, все, у нее кошмар, это нет, дорогие сестры, кошмарного в этом ничего нету, как ни странно вам скажу, да, это нормально. Ребенок в этом возрасте еще не понимает, что такое половое влечение, у него еще организм не сформирован на это. У него сейчас мозг формируется на то, что что-то отличается, это что-то новое, и он хочет это познать. Поэтому на это нужно важно правильно адекватно реагировать. Если родитель кричит, избивает, то есть наказывает за это, при этом не объясняет, что это такое, то последствия будут плохие. вот, вот от полутора до трех-четырех лет он еще ребенок, он не понимает, что такое аккурат, и он не понимает, что такое половое влечение. И в этот момент важно, важно что? Начать объяснять, начать объяснять, что ты девочка, а ты мальчик, не вдаваясь в подробности. Вот я когда начинаю говорить, что надо уже объяснять, вот я этой маме сказала, вам надо объяснить, поговорить с мальчиком и объяснить, что ты мальчик, а это девочка, и вы разные, Всевышний Аллах создал нас разными. Тебя создал мальчиком, ее создал девочкой. Вот, и с этого момента начинается правило трусиков, мы сейчас о них поговорим чуть позже, иншаллах. до этого момента мы дойдем с вами. Поэтому важно в это время также уделять внимание, также гладить по головке, обниматься, целоваться, нежиться, вот, потому что часто ой, все, оставьте там и мальчиков, и бывает и девочек, девочкам такое отношение. Нет, важно в этом возрасте, в возрасте от нуля до четырех лет максимально дать вот эту тактильную, чтобы ребенок этим насытился. Максимально показать, что он нужен, что ты для нас важен, ты прекрасен, ты прекрасна. Ласкать, гладить, целовать и не зацикливать на вот именно вот этом на половом поле. Это стыдно, ни в коем случае, в этом возрасте они не понимают еще, что это стыдно. А когда вы начинаете им говорить это стыдно, они начинают обращать внимание на свое тело, что с их телом что-то не так. Значит, с ними самими что-то не так, происходит что-то неправильное. И отсюда, смотрите, если так воспитан, здесь идет самооценка, воспитание самооценки, а самооценка в исламе у нас есть, это не гордыня, а самооценка. Не путайте, об этом был уже у нас разговор, те, кто не знает, вернитесь к предыдущим эфирам. Поэтому вот те, кто часто делают пластические операции, зацикливаются на своем теле, вот это именно те люди, которые вот именно в этом возрасте от нуля до четырех лет не получили должное отношение от своих родителей. То есть они получили что? Они получили стыд, на это акцентировали и возможно там за это наказывали. вот и на этом заостряли внимание. Как тебе не стыдно зайти в там туалет девочек? Как тебе не стыдно туда смотреть? Не смотри туда! Ты такой плохой там или девочки тоже. Как тебе не стыдно там? Важно в этом возрасте объяснять, что ты мальчик, ты девочка. Да? И тут с этого возраста с четырех вот после того, как с четырех к пяти годам уже начинается объяснение правила трусиков. Важно, почему сейчас вот, например, участились там случаи сексуального насилия над детьми вот в таком возрасте и ребенок никак не смог отреагировать на это. Почему? Потому что родители тоже играют в этом свою роль и воспитание должно быть таким соответствующим. Поэтому вот от полутора до трех-четырех лет он, ребенок, он учится контролировать свое тело. Да? И в этом возрасте они активно интересуются разницей. Почему он учится? Вот он учится контролировать, он пошел в туалет, ходил в туалет, что как нужно обращаться в туалете, да? И об этом родители важно не наказывать, не ругать, не стыдить за это, а объяснять. Но вы родители и важно вам это обязательно объяснять, как обращаться со своим телом. то есть вы помогаете до максимум до пяти лет помогаете, подмываете и вытираете, меняете что-то, но уже с пяти лет вы приучаете самим обращаться со своим телом. Если касательно купания, да, купания, то уже, например, я помогаю, все тело ты моешь, а вот это аурат свой, там, у мальчиков и, ну, у женщин, естественно, ауратом является все тело, кроме лица и кистей рук, да? Но именно вот этот половые органы уже вы приучаете самому с ними обращаться, то есть нужно приучать ребенка обращаться со своим телом. Почему скажу вам? Потому что с этого возраста, с пяти лет вы начинаете приучать к правилам трусиков, что твое тело только твое, да? Вот с четырех, вот где-то с четырех в пяти лет, у них уже и вопросы появляются, да? А почему у меня так? А почему у меня этак? И начинаются всякие отговорки родителей, понимаете? Вы ребенку не даете ответ на его вопрос, и он этот ответ будет искать где-то в другом месте. А мало того, что если он будет искать это в другом месте, попадется на каких-то злоумышленников, и не дай Аллах, может произойти что-то непоправимое. И поэтому в этом возрасте, если вы замечали, в этом возрасте появляются такие игры, как мама, папа, доктор, это уже чуть постарше у детей, после пяти к шести годам, после шести лет, вот этот возраст уже дошкольный, но дошкольный и школьный возраст, до подросткового возраста, до десяти лет. И важно, что смотрим, как у нас в исламе. В исламе что? До семи лет можно, чтобы мальчик и девочка спали в одной постели. после семи лет уже нужно разделять ложа, то есть они должны спать раздельно. То же самое происходит и с родителями в отношении детей. Вот начиная с пяти лет уже нужно потихоньку готовить к тому, что в семь лет ты не будешь рядом со мной спать, что в семь лет ты не будешь рядом со мной в постели или находиться ночами. О том, что, например, можно, чтобы там бывает там ребенок утром встал там из крайности в крайность у нас бывают сестры. Бывает так, что там все, семи лет нельзя в одной постели, значит вообще к нам не подходи, ничего не делай. А бывает так, что ребенок там утром встал и бежит там, хочет прыгнуть к родителям в постель. Естественно, с пятилетнего возраста приучаете, что если комната закрыта, то нужно стучаться, и вы сами тоже так же делаете в отношении него. Например, играетесь в игру «Постучи в мою дверь». Игра таковая. Мама заходит в комнату, закрывает дверь, ребенок стучится и спрашивает «Можно войти?» Если мама сказала «Да», то ребенок открывает дверь. Если мама сказала «Нет», то ждем. И вот за то, что он ждет, за его сабр идет поощрение. То есть тот, кто потерпит, тому один балл. Вот такая игра. То есть это будет приучать ребенка к благовоспитанности по отношению к своим родителям и оградить вас от того, чтобы ребенок не застал вас в неудобное для вас время. То есть бывает так, что были случаи уже во взрослом положения, что приходили сестры, у которых родители, то есть они видели, как у родителей происходит половой акт, и это очень сильно ломает психику. И она их ненавидит за это до сих пор, потому что это очень влияет на половое восприятие. Чтобы такого не произошло, ребенок не виноват, виноват сам родитель, потому что ребенок это он неосознанный еще, не взрослый, а вы взрослые родители, вы должны позаботиться о своей безопасности. Поэтому играя в такую игру, постучи в мою дверь, давай поиграем, один раз поиграли, много-много раз, и потом меняетесь ролями, давай тоже, и там сколько кто баллов наберет, бывает так, что дети, не скажу вам, что все, ребенок там стоит, бывает так, что не выдерживает и открывает, все, баллов снят, кто больше баллов наберет, тот, что тот получает там риск, шоколадку, еще что-то, еще что-то, ну вы сами знаете, чем побаловать своих детей, обязательно, поощрение за это должно быть обязательно, потому что если вы обманываете, это подрывает ваш авторитет, и ни в коем случае не приучайте детей так, что так, все, вот, когда там так закрыто, вот, ты тогда вот только там это делаешь, там только тогда стучишь, что ты нас не уважаешь или еще что-то ни с упреком, ни с чем, игрой, когда вы меняетесь ролями, вы тоже стучитесь и тоже ждете, это формирует уважение, что вы тоже уважаете, почему, потому что до определенного возраста вы еще можете смотреть на аура своих детей, вы еще можете как-то касаться, и вы касаетесь, да, воспитывая там, но когда он, она будет достигать возраста, вы, от вас они будут учиться защищать свои границы, если вы не научите этому, любой человек может приступать к своей границе, поэтому вот это формирование женственности, формирование скромности, стыдливости у девочек и у мальчиков тоже, что мальчикам скажете, не нужна эта стыдливость, мальчикам тоже она нужна, целомудрие только для девочек, нет, целомудрие не только для девочек, целомудрие оно и для мальчиков тоже, поэтому формирование вот этой стыдливости, скромности формируется через вас, и если вы это не дадите, то вот этой скромности не будет, поэтому девочка там, она может переодеваться возле кого угодно, понятие хиджаба у нее будет поломано, мальчик тоже может там тоже там даже при вас начать переодеваться там, и у него будет целомудрие, его скромность тоже будет в восприятии, это поломано, поэтому важно, да, и вы стучитесь, и они стучатся, и далее, да, далее идет, это все подготовка к чему, это все идет подготовка к целомудренности, чтобы когда к подростковому возрасту подойдут эти дети, да, чтобы вы могли им дальше объяснять, да, что такое, когда у них будет меняться тело, мы еще сейчас до этого дойдем с вами, чуть вперед, я забежала, вот, это мы сейчас с вами готовим их к подростковому возрасту, к целомудрию обоих, и как мальчика, и девочку, и формирование правильного восприятия ориентации, потому что если неправильно сформируется ориентация, это очень чревато для дальнейшего его полового воспитания, и вообще всей жизни. Вот, и у нас, я вот когда росла, у нас были соседи, мама очень хотела девочку, но родился мальчик, и вот я помню, да, она с детства, она его неправильно воспитывала, она там отращивала ему волосы настолько, что там заплетала хвостики, да, вот, я не говорю, что это может повлиять, но с какой стороны, например, я тоже там своим мальчикам бывает, что там волосы более длиннее, да, и наш пророк тоже у него были длинные волосы, нет, это не к этому, это к тому, что с восприятием, что это присуще девочкам, одевала ему там платьишки, да, такие, то есть приводила его к нам, да, мы с ним игрались, ну, то есть как бы мы были детьми, нам было по шесть, по семь лет, да, то есть мы его воспринимали как девчонка, и все вот наши братья, да, там, мои братья, они воспринимали его как девчонка, он вырос, да, и вот он вырос как девчонка, вот у него все женские повадки, да, возможно, у него ориентация, я не знаю, конечно, я не знаю дальнейшую как бы судьбу, да, но я знаю, что вот когда мы были в пятых, шестых классах, то есть это была девочка, девочка, он постоянно с девочками, вот он не привык, и я думаю, что дальнейшая не очень хорошо складывается жизнь таких мужчин, да, и то же самое и с девочками, может быть, когда в девочке убивают женственность и прививают мужественность, и он говорит, я как мужик, ну, ты же не должна быть как мужик, ты женщина, тебя Всевышний Аллах создал женщину, ты должна быть как женщина, да, если мы посмотрим на примеры наших матерей правоверных, на сподвижность, сколько в них было силы и преодолевать там какие-то трудности, и как они это преодолевали и все остальное, это сила духа, это ни в коем случае не мужской характер, об этом нужно правильно знать, да, поэтому ты женщина, Всевышний Аллах создал тебя женщину, ты у тебя должна быть женственной, он мужчина, Всевышний Аллах создал его мужчину, он должна быть мужественной, и это этому причина, причина этому родителю, поэтому важно вот это правило нижнего белья, да, вот с этого возраста уже нужно объяснять, с пяти лет начать объяснение, но я вам скажу так сразу, вот как я вам сказала, в игру играть там, постучись в мою дверь, так же и это объяснение не должно быть как лекционно, как я вам сейчас провожу эту лекцию, то есть это не должно быть так, что вы посадили и вы читаете лекцию, вот так должно быть, мало того, что еще там показывать начинать, нет, объяснение должно быть непринужденно, где-то в игровой форме, где-то вы там, когда там видите там моменты там, когда это, моменты переодевания, или вы там куда-то идете там, посещаете там врача или еще там что-то, да, вот, то есть это должно быть непринужденной формы, это не должно быть там, посадил, я лекцию провожу, так это не подействует, дорогие сестры, подействует это только тогда, когда вы вот так порционно, потихоньку будете это преподносить, да, а преподносить это так, что твое тело принадлежит только тебе, то есть ты, естественно, мы знакомим со Сеушным Аллахом, и все, наше тело тоже принадлежит Аллаху, но надо, но учить ребенка, что ты хозяин своего тела, и никто не имеет права тебя трогать без твоего разрешения, даже я, как вы к этому будете приучать? так, что бывает так, что, например, мамы, я сама, если вижу, я стараюсь призвать к этому, если я вижу, что ребенок в 5 лет подходит к маме и залазит ей под, ну, там, под платье, пытаясь потрогать грудь, или бывает так, что если я вижу, там, ребенок там подходит к маме, там, и ударил ее по ягодице, вот, а мама, ой, это же ребенок, нет, у ребенка должны быть другие игры, вы, вы, кого хотите воспитать? Маньяка? Или того, над кем будут такие действия? А это этим чревато, и потом вот это, как бы, поломанная, поломанная психика, это, если ребенок не может, если ребенок стрессует, например, да, и он приходит к вам и трогает вас за грудь, у меня была такая, на консультации была такая сестра, что уже и от груди отлучила, но ребенок вот так, когда плачет, обязательно надо ему засунуть под платье руку, то это говорит о том, что от вас нету должного, должной поддержки, должного внимания, он не чувствует себя безопасным, и вот он ищет эту безопасность там, потому что он возвращается, почему я говорю, что вы думаете, что ребенок не помнит, а тело помнит, и эмоциональное состояние оттуда и формируется с нуля, и он помнит, что когда он был, сосал грудь матери, он трогал ее, он был в безопасности, и он эту безопасность ищет от вас, поэтому важно то, что дать ребенку максимальное чувство безопасности и поддержки в этот момент, и он перестанет это делать, вот, поэтому когда ребенок делает это, вы ему поворачиваете, не ругаете его, не говорите, что ты делаешь там, или там, оставь это там, или мало того, что еще, и он сделал это, а вы посмеялись, это вот две крайности, когда или начинает наказывать, бьют за это, или начинает это все в шутку воспринимать, мало того, что мамы, еще бывают и папы, иди маму ударь по ягодице, такое тоже бывает, да, вот, и это так ломается психика ребенка, поэтому вы, когда он это делает, поворачиваетесь и говорите, я не разрешаю тебе трогать мое тело, мне это не нравится, почему вы не разрешаете это трогать, вы должны это сказать, мне это не нравится, потому что это мое тело, я не хочу, чтобы кто-то его трогал, и как я вам уже не раз говорила, ребенок это ваше отражение, это зеркало ваше, поэтому он будет делать то, что делаете вы, если он видит, например, если это два-три ребенка в семье, если там это делает старший и младший смотрит и думает, ага, мама не разрешила, то есть это отстаивание своих границ, это отстаивание того, что твое тело никто не имеет права трогать без твоего разрешения, даже я, даже я, твоя мать, не имею на это права, поэтому, когда вот это формирование правила трусиков, вы говорите, исключением этого может быть доктор, да, и он может тебя потрогать там, например, только в присутствии мамы до определенного возраста, до того возраста, когда ты уже будешь понимать, то прикосновение или что-то еще, да, тебе доставляет какой-то дискомфорт, и может это можно расценить как домогательство, да, пока ребенок не понимает, что это такое, вы от него ни на шаг не отходите у доктора, вот это мой вам наказ, да, почему, чтобы предотвратить вот это и чтобы приучить ребенка отстаивать свои границы, потому что чаще, вот часто дети, которые подвергались сексуальному насилию, вот, они, никто из них не знал правила трусиков и никто из них не умел обращаться, да, так, когда если есть угроза, понимаете, поэтому они ничего не могли делать, они не звали на помощь, они там, ну, открывают там тетя или дядя, ну, это же ничего, мама же ничего не говорила, мама же не учила, понимаете, вот, поэтому важно этому обучать обязательно, и даже будучи в, у врача, даже будучи у врача, нужно акцентировать на то, что врач должен спросить, можно посмотреть, то есть бывают такие моменты, да, там, например, когда нужно там провести какое-то обследование, да, пускай это даже будет касаться не трусиков, а маек, например, мы, нужно было делать физлечение старшему сыну, да, и мы пошли к врачу, физиотерапевту, заходим, она говорит, ну, мне нужно посмотреть его позвоночник, и он так стоит и ждет, когда она спросит, не сам он разделся, понимаете, вот она, мне нужно посмотреть, мне, вот, у должно сформироваться такое мнение, мне все равно, что хочешь ты, я буду делать, что хочу я, я не позволю никому пользоваться моим телом, не позволю никому смотреть на свое тело, если я не решу, что это правильно, он так смотрит на меня, я так смотрю на нее, она говорит, можно, она поняла сразу же, потому что, естественно, врачи, они в этом плане, их об этом обучают, они сейчас знают об этом, да, об этом говорится, об этих правилах трусиков, их оповещают, да, она говорит, можно я посмотрю твой позвоночник, вот, то есть он смотрит на меня, если я одобрила, потому что я вам говорю, детей своих сопровождать, пока у них не сформируется вот это, и твердо уже не будете, когда вы уверены в этом, все, и, ну, то есть я говорю, да, давай, и он снимает майку, она посмотрела, там, его позвоночник, и сказала, все, можно, там, все, мне достаточно, надеялся, все, все, теперь я вот уверена, и, ну, мне там не рад, там, дети говорили, там, что вот там, если где-то там, они там пошли, там, я уже один раз отвела, два раза отвела, у нас через дорогу находится эта физио, просто мы часто бываем там, и вот они мне рассказывают, там, ну, вот там, она мне сказала, там, поднять, поднять майку, чтобы положить этот полотенчик, электрофорез, ну, я сказала, ну, она спросила, можно поднять, я сказала, да, и она, я поднял, вот она положила, и все, я закрыл, то есть все, я понимаю, что, ну, дети мне как бы это рассказывают, и это работа, это работа не одного дня, я им один раз объяснила, а вы это объясняете вот так, не в принужденной форме, и ни в коем случае не стыдя, это стыдно, что ты будешь показывать, нет, не так, все, это так, что это твое тело, никто не имеет права смотреть на него без твоего разрешения, без твоего желания на это, как-то было, у меня сын там на тренировке повредил, себе там, кто-то ему в пах ударил, в общем, у него там болело, я, и он сам не мог определить там, что у него там болело, вот, ну, естественно, кто должен посмотреть, папа у нас нет рядом, кто должен посмотреть, посмотреть должна мама, вот, я ему говорю, ты разрешаешь посмотреть в нее, он мне говорит, нет, не разрешаю, что я делаю в этот момент, я не ругаю его в этот момент, я его не стыжу в этот момент, я не заставляю его в этот момент, я ему говорю, хорошо, ты тогда иди в ванну, и сам хорошенько посмотри, если там у тебя, а ты пульпируешь, и это болит, то мы обратимся к врачу, если это проходит, то тогда хорошо, даю ему крем, чтобы он помазал, если вдруг там что-то натер, или ссадина какая-то, все, не настаиваю, а ну, когда я сюда, нет, я должна посмотреть, вот, такие гиперопекающие мамочки, или они говорят, что я там не видела, я тебя родила, я тебя вырастила, я что у тебя не видела, при унижении в адрес и девочки, и мальчика, это чревато тем, что он потом будет позволять, и она будет потом позволять издевательство в свой адрес, вот, и поэтому, нужно это объяснять, и объяснять в непринужденной форме, и не так, что это лекционно как-то, к этому нужно приучать, вот, так, тут поступил вопрос, как раз это к этому, касательно этого возраста, вот, саляму алейкум, варахматулайхи паракетух, варахматулайхи паракетух, мой муж запрещает нашей дочери играть с мальчиками в саду, ей 4 года, правильно ли это? На данном, в данном возрасте неправильно, и акцентрировать, акцентрировать на этом, что ты девочка, ты не играешь с мальчиками, это породит ненавидь к мужскому полу, что это что-то плохое, какие-то это, это что-то плохое, потом, когда она, у нее будет формироваться вот эта ориентация и сексуальное восприятие, и вот сейчас мы в подростковом возрасте перейдем с вами, стадия периода вот этого полового созревания, да, у нее может быть вот этой женственности, может не быть по отношению к своему мужу, вот, ну, объясните мужу, конечно, не надо ссориться, объясните ему, что до, по исламу даже так, если по исламу до 7-летнего возраста можно, чтобы они вместе спали в одной постели, то почему им нельзя играть вместе? у них еще нету полового влечения, у нас вот эта проблема, дорогие сестры, о том, что мы с раннего возраста начинаем делать акцент на это, на половое влечение, у нас все завязано на вот это, на это половое влечение, поэтому и развращение будет потом, почему? потому что акцент ставится, нельзя ставить на это акцент, когда на это ставится акцент, на это больше обращается внимание, когда на это больше обращается внимание, больше хочется об этом узнать, а вы им это не рассказываете, они идут, узнают это извне, где-то, в интернете, а вы сами понимаете, как там преподносится, поэтому вот у меня был случай, когда мальчику 6 лет, а он смотрит порнофильмы, вот так, и если там родители как-то запрещают, ну, увидели и начали уже с этим работать, все, у него там до ненависти, до этого, и он уже знает и говорит, как живут мальчики и девочки, это неправильно, в этом возрасте ему это еще не нужно, а почему, а потому, что папа с мамой с детства акцентрируют, ты мальчик, ты девочка, ты вот так, ты так, нет, вы в каждом возрасте даете дозированно, поэтому до семилетнего возраста мальчики, девочки могут спать в одной постели, ну, бывает так, да, а потом уже нужно разделять их ложи и разделять ложи вместе с вами, ну, если там дети, вот, у меня, например, младшему сыну 10 лет и он там бывает просыпается, если, например, я утром встали на утреннюю молитву, я обычно не сплю после утренней молитвы и дверь свою я открываю, она у меня открыта, если у меня, я всегда говорю, если дверь моя открыта, вы можете заходить, когда вам, они знают, что могут, если у меня дверь закрыта, в нее нужно обязательно стучаться, даже если я не переодеваюсь, ничего не делаю, нужно стучаться и спрашивать, можно, нельзя, вот, и он обычно бывает, если открыта дверь, он там просыпается, бежит там и если я прилегла, вот, и он идет, можно с вами полежать, ну, и мы ложимся, и утро начинается, там, как поспали, что снилось, там, 5-10 минут мы там с ним разговариваем, и потом бывает там, что я говорю, ну, пойдем завтрак готовить, ну, и пошли, вот, это можно, но не так, что с вами дети спят, между вами дети спят, с вами после 7 лет это уже тем более, да, сейчас мы дойдем, дорогая, сейчас вот этот вопрос, иншаллах, дойдем, мы сейчас дойдем с вами до подросткового возраста, я вам скажу, да, что если вдруг вы это все не делали, как это исправить, исправить это можно, не исправить нельзя только когда ты уже в могиле, человек, когда в могиле, вот его нельзя исправить, можно как-то исправить ситуацию, взять причины и уповать на Аллах, вот, поэтому объясните другу спокойно, да, что 4 года и не нужно на этом акцентрировать, они еще сами, у них еще у самих нет этого полового влечения, а вы ему это навязываете уже с такого возраста, так, у алейкум саляму моей дочке 6 лет и она не дает нам себя обнимать, надо подумать вам и проанализировать, что было, что послужило ее вот такому отторжению, тому, что она не дает себя обнимать, возможно кто-то может быть кто-то она не хотела там, я не говорю, что это сексуальное насилие, сейчас вы должны понимать, понимать, что может быть кто-то там она не хотела обниматься, а ее обнимали там, и есть такие дети, которые вот, ну, люди, да, они вот у них, конечно, это не очень хорошо, что она совсем прям не хочет обниматься, если она совсем не дает вам обниматься, то надо задуматься о том, что кто-то ее обидел, и это может быть от обиды, вот, а если она иногда дает, но иногда не хочет, то это бывает такой психотип, и это просто нужно, ну, как сказать, принимать, кто-то тактильность любит, чрезмерно там обнимается, все дети разные, сестры, я вам всегда говорю, все не могут быть одинаковыми, и все дети разные, и ко всем нужен разный подход, вот, поэтому, что касается, например, тела, еще хочу добавить, то, что это и касается того, что вот уже с пятилетнего возраста, поэтому важно, почему я сказала, что с нуля до четырех лет надо обниматься, целоваться, тискать, вот, за ручку, мне все, не всегда у меня была знакомая, она вот уже там два годика она уже сыновей своих за руку не держит, все, они, мужчины же должны, нет, я своих детей вот до сих пор бывает, иногда ходим, иногда я там беру за ручку, но уже старшие уже все, не хотят, уже подростки, вот, а младшие еще так держатся, в общем, почему я это говорю, это любовь от вас, вот, и там держать за ручку, это показать, что ты мне важен, ты мне нужен, я вот, я рядом с тобой, моя поддержка, вот, от меня, вот, поддержка тебе, и важно это дать до четырех лет, если это до четырех лет не давать, то потом они, да, вот, с вот этого, с пятилетнего возраста, когда вы начинаете, уже начинается, вот, правило трусиков, и тогда уже, вот, тогда уже появляется вот это ихнее желание и считаться с ихним желанием, то есть, это как, никто не имеет права вас целовать без вашего разрешения, никто не имеет вас, права вас обнимать, трогать, ласкать без вашего разрешения, вот так, то есть, и вы тоже не нарушаете эти границы и в отношении себя, и в отношении них, это не так, что там, ой, можно я тебя обниму, а так, что там, иди там, обниму тебя, дай поцелую, там, если ребенок говорит, мм, не хочу, я дети такие, мм, не хочу там, то вы не говорите, там, иди сюда, там, ну-ка, встань, дядя, ну-ка, что это такое, ты там матери, там, отказываешь, я вам сразу скажу, что любовь, почитание и уважение не обязательно должны проявляться в том, чтобы дети вас постоянно целуют, обнимают, вот, любовь, почитание и уважение проявляются в действиях, взаимодействиях между вами, если ваш ребенок, он может вас не целовать, но он вас любит и уважает и почитает вас, ну, значит, это его решение, это не значит, что он плохо к вам относится, поэтому, если вы будете заставлять, он будет понимать, что и терпеть это, то завтра дочка будет терпеть насилие, и сын будет понимать, что так можно, силой можно брать и не считаться никак, то есть расположение жены, то есть хорошее к ней отношение, можно сделать, что я захотел, что я сделал, и дочка, дочка, женщина, да, может, а, ну, муж делает, значит, надо терпеть, вот, вот так, поэтому важно это, сестры, это все важно, но бывает так, что мы сейчас уже вот дошли с вами до подросткового возраста, этот возраст мы с вами, так, сейчас, давайте, дозакончим тогда вопросы вот этого возраста, перейдем уже к подростковому возрасту, и будем разбирать эти вопросы, как приучить дочку шести лет самой выбираться после большой нужды, первое время помогаете, во-первых, узнаете, что тебе трудно, дети все разные, их по-разному приучить получается, поэтому вы узнаете, например, говорите с пониманием, не с упреками, не с пристыдством, скажите, о, тебе уже шесть лет, ты сама должна уже, нет, так говорите, что тебе трудно, давай я тебе покажу, давай я тебя научу, вот так, вот так делаешь, и может быть, это несколько раз вы будете проделывать, несколько раз проделали, все, ну, она, иншаллах, я думаю, что это поможет, будет хорошей причиной, и она научится сама, попробуйте так, что вот вы ее учите этому, не так, что иди, подмывайся, а учите, а устаза, я целую взрослых детей, каждый день, можно так делать, можно, если они сами не против, если они сами не против, целуйте, у кого-то ритуал это целый, у меня, например, я тоже вам скажу, у меня двое старших, старшая дочка, 14 лет уже ей, и старший сын уже ему 12, уже это подростки, у них уже там, другое уже ориентация, и все остальное, вот, например, если они, если я сама там, бывает, хочу там, ну, какие-то эмоции, да, вот проявляться, проявляются, я, как бы, приучала их сама к этим ритуалам, просто, у каждого свои традиции в семье, да, например, у нас, я приучала эти традиции, утро и вечер, мы начинаем с обнимашек и целовашек, да, утром встали, мы все саляму алейкум, ну, сначала там, помылись это там, на утренний, на утренний намастали, саляму алейкум, все обнимаемся там, целуемся, вот, старший сын, он не любит целоваться, он не целуется, он обнимается просто, я не настаиваю, младший он там может, как это тебя, и все, две щеки поцеловать, там тебе и руку поцелуют, и все, дочка старшая тоже, она там обнялась, все, саляму алейкум, доброе утро, все, вот так, вечер тоже, спокойной ночи, все обнимаемся, целуемся, если, если не против, там, бывает там, вот хочется там, ну, материнское, да, там, пробивается, то я говорю, ой, дай поцелуй, вот так я, говорю, если он говорит, вот так, если, мам, ну, они обычно, вот подростки, особенно, они в этом возрасте, вот они уже, сейчас мы дойдем до этого, поймете, почему они так делают, если они говорят, мам, я говорю, ну, ладно, хорошо, вот, бывает так, что там, через некоторое время, он там сам подойдет, мам, там, и там, можно я поцелую вас, и раз так поцеловал, вот, это не к тому, что там каждый раз надо прям спрашивать разрешение, там, или еще что-то, вот это, нет, иногда бывают там эмоции, там, ты уже видишь, что там, он тебе взаимностью там отвечает, да, и ты, но ни в коем случае не делайте так, что если вы захотели поцеловать, он вам говорит, мам, там, и вы, а ну-ка, иди сюда, там, или отцы, там, бывает, не делайте ничего против воли их, это не ваше собственное, это отдельные личности, со своими эмоциональными состояниями и психотипами, уважайте их, и они будут уважать тогда вас, если вы будете топтать их личность, приступать их к границе, они то же самое будут делать в вашем отношении, потому что вы их зеркало, вот это очень хорошо, допомните, во всех сферах, вот уважение, почитание и любовь только взаимностью может быть, только так вы получите почет от своих детей, так, нормально ли дочке 6 и 4 лет играют в игрушки, как муж и жена, нормально, не ругайте, ничего, они, полового лечения у них нету, они просто играют, они просто знакомятся, они просто видят, и еще бывает модель этого, то есть модель семьи копируют, у меня, например, там дочка, вот как раз таки, вот этих 6-7 лет, она семьи собирала, она вот просила ей там купить там 5 котят, я там, мама, папа там, или там, я сестра, там два братика, там 5, 5 там тигрят, вот так вот она собирала и с ними играла, что это значит у нее, половое влечение что ли? Нет, конечно, это формирование, психологическое формирование семьи, что есть мужчины и женщины, это нормально, если они так играются, молодцы, пусть дальше играются, не акцентируйте на этом, не делайте из этого что-то такое плохое, наоборот, это хорошее, это хорошее восприятие семьи, и это хорошее восприятие ориентации, что есть мужчина, есть женщина, плохо будет, если они будут играть две девочки, семья, или два мальчика семьи, это плохо, это нет, так, хорошо, пара калаххики устала, альхамдуля, давайте с вами разбирать подростковый возраст, вы устали, сестры, если хотите, мы на следующий урок можем перенести, но у нас по плану, в этом месяце мы фигуру отца и фигуру матери еще хотели с вами разобрать, поэтому, если вы не устали, еще минут на 20-25 разберем с вами подростковый возраст, ихнее вот это половое восприятие, мягкие, так, дочке подарили куклу Барби беременную, живот открывается, там лялька, можно играть и такими игрушками, можно, потому что она знала, что от одного человека происходит другой, вы же там сестры, смотрите, в каждом возрасте вы себя настройте, так, вот я сейчас вам рассказала, у нее, у дочки, у вашей, я не знаю, сколько лет вы не написали, вот я вам сказала, вот в 7-летнем возрасте у них нету полового влечения, они еще не понимают, что такое половое влечение, у них нету развития лебедов, ей 4 года, тем более ей 4 года, у нее только-только восприятие, вот что я мальчик, я девочка, он мальчик, и вот, то есть это нормально, она понимает, что от одного человека, когда просто говорят, я говорю, не обманывайте своих детей, вы же приучаете, вы же приучаете их к тому, что к обману, зачем вы им говорите, что тебя там Айс принес, тебя там тетя принесла, капуста принесла, еще что-то, нет, вы же не рассказываете все эти подробности, как ты там, как вы, как выражали, как произошло, как зачатие произошло и все это, просто уже с младшего возраста они должны понимать, что от одного человека происходит другой человек, что есть мама, папа, от них произошла я, вот и все, вы там подробности же не рассказываете, там как мама с папой там совокуплялись, как сперматозоид дошел до яйцеклетки, там и все остальное, но это будет потом, до этого вы дойдете, когда вы будете объяснять это, ну вы сейчас вот, вы с малого, не надо обманывать, они потом вырастут, они все равно это узнают, они будут говорить, ой, мама с папой нас обманывали, авторитет свой сразу же у вас падает, у меня был четвертый ребенок, он у меня умер, родился он мертвым, а уже, и дети понимали, да, то есть как бы они, каждый из них видел, и каждый из них, я говорила, что там мама в животике, не что-то, а ребенок, человек, то есть у меня все дети погодки были, а этот как-то, ну четвертый был, уже они все такие были, даже младший был уже, после семилетнего возраста, им было, то есть они уже, у них уже, так как я работала с ними, да, у них уже было, у дочери уже на это время, она уже была, была возрелая, да, вот, поэтому они нормально, спокойно это воспринимали, и все это понимали, и все остальное, и для каждого возраста свое восприятие, и важно родителям в каждом возрасте дать именно вот это правильное восприятие, моему сыну скоро будет 4 года, он не любит, когда его целует старшая сестра, а мне разрешает, это нормально, да, вы же мама, вы, 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 единственная женщина, которая, с которой у него безусловная любовь, вот у матери со своими детьми безусловная любовь, мама любит всегда, мама всегда поддержит, что бы ты ни сделал, мама тебя исправит, направит, мама любить будет, мама там, мама может обидеться, но мама все равно любит, у вас с ним безусловно, с детьми, с любым, мальчик, девочка, безусловная любовь, поэтому он может там никому не давать, но вам давать, это нормально. Так, давайте подростковый возраст начнем разбирать, вы пишите не устали, андерия, так, смотрите, предподростковый и уже подростковый возраст, да, начинается когда, что там начинается, уже начинается половая роль и половое самосознание, в этом возрасте уже начинается, начинается формироваться либидо, то есть половое влечение, что, как оно проявляется, да, начинает нравиться противоположный пол, то есть начинает обращать там внимание, это может проявиться, у мальчиков может проявиться, что он к своим сестрам, и он может там обращать внимание на сестру, говорить, какая ты красивая там, вот, ну, то есть в адрес матери может проявлять тоже, это не значит, еще раз, опять-таки же начинаю вам говорить, это не значит, что он там начинает что-то неправильное думать, это здоровое формирование полового самосознания, что мальчику нравится девочка, девочке нравится мальчик, вот так, то же самое с девочками, да, например, и важно в этом возрасте начинать объяснять, начинать объяснять, что Всевышний Аллах создал нас, мужчины и женщины, и объяснять, что ценность уже начинать объяснять, да, что происходит у мальчиков и у девочек, то есть, что у девочек может быть хайп, и это нормально, это неплохо, эта тема не закрытая у вас, у матери с дочерью, это не закрытая тема, она не должна копаться в интернете и искать об этом, об этом искать информацию, она должна узнать это от вас, и должна это узнать так, что это нормальное состояние человека, когда он переходит от одного периода жизни в другой период жизни, этот период, когда у тебя появляется ответственность перед Всевышним Аллахом, так Аллах заложил, что у тебя появляется в этот момент ответственность, что происходит, что может происходить в твоем теле, то есть у тебя растут груди, это тоже нормально, это неплохо, это не стыдно, там была у меня девочка на консультации, девочка красивая, ну а сам кого желает лучшего, я, и вот девочка, она вся такая вот, вся самооценка у нее упавшая, вот, и все, и начинаем разбирать, мама говорила ей, не выпрямляй, не показывай свои груди, это стыдно, там, по хайду вообще не разговаривают, это стыдно, и ты грязная, когда у тебя хайд, все ты там, это не делай, то не делай, там, чтоб тебя не видели, не слышали, все это, ну поломали, но потом, впоследствии, альхамду лилля, все хорошо, все наладилось, все мы раскрыли, и женственность раскрыли, и нормально она себя чувствует сейчас, и прямо держит свою спину, и тело свое любит, все хорошо, но зачем доводить до такого, чтобы потом ходить к специалисту, да, и это исправлять, и тем более поломанное уже там, вот, к родителям отношение от этого, оно же портится, отношение, падает ваш авторитет, да, потом налаживается, что это все родители от незнания, все по воле Аллаха, родителей все равно надо любить, нельзя от них отказывать, от них ничего нельзя требовать, это все случилось по воле Аллаха, все-все-все, это все объясняешь, это все понятно, но зачем до этого доводить, лучше до этого не доводить, и готовиться к осознанному материнству, и родительству, да, вот, поэтому с девочками надо разговаривать, с мальчиками тоже надо разговаривать, что твое тело будет меняться, у тебя будут расти там на лобке, под мышками, будут расти волосы, у тебя могут начать появляться полюции, да, что такое полюция, что это естественное, да, что ты растешь, что ты становишься мужчиной, не что-то это плохое, а ты становишься мужчиной, в этот момент нужно что, нужно поменять свое белье, и сделать русль, так как это отвернение, то есть до этого вы же приучаете, что ты там в туалет сходил по большому, по маленькому, выпустил газы, что это все нарушает омовение, и это нечистоты, это тоже самое, вы это тоже самое учите, что это нечисто, и нужно очиститься, вот, то есть вы готовите к чему, к половому отношению, постепенно начинаете, когда уже, вот, после, смотрите, после 13 лет, у них начинается платоническое увлечение, и начинается уже эротическое увлечение, то есть им интересно посмотреть, что там у девочек внутри, и не так, что как им было интересно в три годика, что там, как там, а именно с тем, что они ловят себя на мысли, что смотреть на это, что когда они смотрят на это, им это доставляет удовольствие, они радуются. Важно, важно, что сделать, в этот момент вы не ругаете, а важно до этого момента, чтобы вы наладили отношения, между ними, чтобы они вам это рассказывали. Вот вопрос, сестра задала вопрос, саляму алейкум, если уже прошел возраст 7 лет, и уже подростковый, а все, что вы объясняли сегодня, мы не знали и не обучились, как переобучить, как в их возрасте правильно это сделать, с 10 до 15 лет, или так же система будет. Вот система такая же, например, с 10 лет, не, смотрите, не принижайте, не принижайте, не игнорируйте, принимайте, объясняйте, будьте рядом, потому что на самом деле, вы думаете, это так легко, это нелегко, это нелегко, это гормональные всплески, это различные роды изменения происходят в организме, меняется твое тело, и это очень тяжело для психологического состояния, тем более у них начинается такой возраст, они вроде как еще и не взрослые, но уже и не маленькие, поэтому подростковый возраст, он тяжелый возраст для каждого человека, важно в этом возрасте, чтобы они от вас получили поддержку, понимание, и вот, чтобы они от вас это узнали, и вы их не стыдили, например, бывает, мама мне пишет, ребенок, мальчик, ночью поспал, утром проснулся, а спернонит, в этот момент что, если вы посмеетесь над ним, или там поругаетесь, скажет, пошел вон, иди быстро искупайся, грязный такой, все, он вам в следующий раз это не скажет, вот, и он будет от вас это скрывать, и он даже вам не расскажет, что ему какой-то сон снился, да, а как мы знаем, да, это вот это, когда эрекция, да, получение оргазма, они еще не понимают, что это такое, понимаете, важно вам это объяснить, и я понимаю, что я как мать тоже, да, я не просто психолог, там, консультант, педагог, психолог, да, там, сейчас я вам просто теоретическую лекцию провожу, да, я как мать, практикующая мать, и у меня вот двое подростков, с которыми вот у меня просто у самой стресс, когда я начинаю это, ну, вижу, что подходят эти моменты, это не так, что я вам съела лекцию прочитала, это вот когда в моменты это происходит, да, и мне, у меня целая стратегия разрабатывается, как сказать, чтобы не сломать, как сказать, чтобы не обидеть, как сказать, чтобы не потерять эту связь, чтобы потом не прятались по углам, и анонизмом не занимались, или мало того, чтобы там не нашли себе какое-то увлечение на стороне, то есть это тяжелое и для родителей, и для детей, это такой один из тяжелых периодов, вот, поэтому важно в этот момент вот прийти к детям с пониманием, и когда вот с девочками разговаривать, с мальчиками разговаривать, что ты прекрасен, твое тело прекрасное, Всевышний Аллах делает так, что тела людей меняются, происходят изменения, там, он может там рассказывать, да, там, и когда я смотрю на девочку, у меня такая радость происходит, она такая красивая, важно в этот момент поймать, и не сказать, смотри, нельзя, это Зина, нет, вы так не говорите, вы говорите, да, Маша Аллах, как прекрасно Аллах создал, ну, ты же знаешь, там, и расскажите какую-то историю, вот так там, какую-то историю, из жизни сподвижников, да, из Сиру, от пророков, Аллах, алейкулассалям, да, вот, то есть приведите аналогию, не с ним сравнивайте, не ему указывайте, а аналогию, просто вот пример, да, вот такой, да, и потихоньку, вот, подводите к тому, что это Зина, что это нельзя, да, что так нехорошо, если ты будешь там наслаждаться, да, тем, что ты будешь смотреть, сейчас, одну секундочку, вот, то есть, что вы делаете, вы с пониманием относитесь, так же и к девочкам, да, вот сейчас, например, сейчас мода, и многие жалуются, много приходят, вопросов с сестры, тем, что вот корейская тема у нас, это больная тема у нас, и там вот этих мальчиков, и всех их там кто-то там нравится, фотографии ставят, еще что-то, еще что-то, еще что-то, да, вот, важно в этот момент тоже подойти с пониманием, не с согласием, вот многие, сестры мои дорогие путают согласие с пониманием, вы не согласны с этим грехом, да, это грех смотреть на мужчину и наслаждаться, конечно же, это грех, это звено, но вы приходите с пониманием, что такое может быть, но такого не должно быть у мусульманки, да, она должна оберегать себя, оберегать себя только для одного мужчины, и мужчина тоже должен оберегать себя только для одной женщины, то у нас есть никях, вот что вот, рассказывайте, как вы с папой, с мамой поженились, да, что там до никяха мы там, что у нас было там, как мы встречались там, то есть рассказывайте, да, им, что вот как мы, у меня, например, супруг приходил к нам домой, так мы с ним встречались две недели, и потом у нас был никях, вот я рассказываю своим детям, вот ваш папа приходил, и там ваш дедушка был дома, и мы вот с ним общались, смотрели друг на друга, вот чтобы пожениться, и сейчас важный момент, придем к этому отношениям папы и мамы, вот внутри детей, то есть вы аналогию приводите, показываете, как это по исламу положено, хадисы читаете вместе, уже с родскими, вместе там читаете хадисы, касательно вот там, где пророк Салиллах, алейхи васселям, там наказывал, да, там тому или иному сподвижнику, там, истории из жизни сподвижниц тоже, в плане вот женитьбы и все остальное, да, вот, то есть вот оберегаете, потому что в этом возрасте, если это школьники, у них вот бывает, что в школе, да, они друг друга, что, уговаривают, и важно вот до этого возраста, почему правила трусиков, и правила поведения, вот что, меня никто не может обнимать без моего согласия, целовать тоже, трогать тоже, вот, потому что, если ваш ребенок будет податливым, что он может, будет позволять там снимать ему трусики, трогать тело, да, вот, то они более потом становятся подверженными к этой сексуальной активности. потому что они привыкают к тому, что их трогают, их ласкают, чужие, и вот они к этому более сексуально активными. смотрите, часто бывает, иногда бывает, ну, не часто, иногда бывает, спрашивают, а почему в проституцию идут, можно же заработать там, пойти по лыбам? А вот именно в проституцию идут, становятся вот этой пагубной, ау-зубер-лях, пусть и вашний Аллах убережет нас всех, именно идут те люди, которые вот были податливы, податливы такие, они привыкают, что их трогают разные люди, и им это нравится. Вот так. Это называется сексуальная активность. Это происходит от податливых людей. А еще есть любители риска. Да, вот если обычно любители риска, вот этого адреналина, искатели этого адреналина, мы знаем, что когда человек испытывает оргазм, то у него вырабатывается адреналин. Вот эти любители риска, вот если дети ваши увидите, что они любители риска, с детства, это те, у кого низкая самооценка, и они хотят так выражаться. Поэтому, значит, вы им что-то не додали, и они ищут этот адреналин на стороне. Поэтому постарайтесь дать им этот адреналин, и подросткам подойти с пониманием и, конечно же, об этом разговаривать, обговаривать все. Теперь половое отношение родителей при детях, и как делать так, чтобы тоже не нарушить ихнее половое восприятие, их не спугнуть, не напугать. Важно, дорогие сестры, важно, что... Вот меня часто мама спрашивает, какого возраста нужно ходить перед ребенком, как одеваться? Важно перед мальчиком и перед девочкой тоже одеваться уже после семи лет, когда у них уже идет развлечение, они уже понимают. Не надо, чтобы девочки ходили в одних трусиках. Это уже делайте с пятилетнего возраста. И уже начинайте хиджабу приучать, длинные платьишки одевать, лосинки одевать под платьишко, если платьишко чуть выше, там, там, до колена, чуть ниже колена, под платьишко, лосинки одевайте. Вот. Потом мальчикам тоже не надо, не надо так, чтобы у них там без маяка не бегали там. Ой, в трусиках пусть бегают там. Да, до определенного возраста можно там. Три-четыре годика. После уже начинайте формировать у них половое воспитание так. И при них тоже. Ни папа в трусах не ходит. У меня была сетра, она жаловала, что муж, ну, жарко ему, вот он в трусах ходит, при девочках, при мальчиках. Нельзя. Нельзя. нужно показывать, что аурат нужно закрывать, что аурат – это только для вас и для будущих ваших супруг, что это что-то ценное и закрытое, а не что-то открытое и доступное. Поэтому, сетры, выбирайте себе красивые, хорошие платья. Кому-то неудобно в платье, возьмите себе, вот у нас у узбеков есть такое платье и штаны. То есть свой аурат прикрывайте. Можете без хиджаба, конечно, никто вам не запрещает. Ну, то есть верхний головной убор, да? Но вот это не открывайте сильно свой аурат при своих детях. То, что вы хотите показать своим мужьям, показывайте там, где никто не видит. Не надо ходить при своих сыновьях и дочерях там в неглиже и думать, что они все равно это не поймут. Они это поймут. Это в них будет развивать, понимаете, вы для них пример, что можно перед кем-то, перед всеми это открывать и ходить. Вот. Вот эту интимную сторону в вашей жизни с вашими супругами оставьте за закрытыми дверями. Так ваши дети приучатся тоже оставлять это все за закрытыми дверями, а не выставлять это все на показ. Теперь это что касается половых отношений. Самих отношений вот самих отношений между мужем и женой, между супругами, между папой и мамой. показывайте своим детям, как вы любите друг друга. Не так, что там вы при них там целуетесь в губы, а именно отношениям. Потому что дети счастливы, когда они видят, что родители любят друг друга. и они берут модель семьи, пример именно с вас. Если у них на глазах папа оскорбляет маму, завтра сын будет оскорблять свою супругу, потому что он смотрит на это, считает, что это правильно. Если папа бьет маму, и завтра он будет бить и сестру, будет бить... У меня было такой случай в семье. Папа бил маму на глазах у детей, а брат потом бил сестру. Дау Вич, родную. Просто там не понравилось ему, что-то она сделала. Вот он ее и сбил. И там с женами, я не знаю как, но в общем вот так. А у этой сестры покалеченная психика. А кто причина? Причина родителей. У дочки покалеченная психика, потому что брат избивал до увечья. Просто там соринку нашел на полу. Она убирала соринку, нашел на полу, все. У нее поломанный нос. У нее сотрясение мозга. Вот и все. Поэтому, дорогие сестры, показывать нужно, что мама, папа друг друга любят. Папа заботится о маме. Мама заботится о папе. Мама покорная папе слушает. Даже если вот что-то вам не нравится. Понимая, что в семье не бывает без ссор. У меня дети спрашивают. Мам, а вы когда-нибудь ссоритесь с папой? Мы сейчас живем, все знают, что мой супруг находится в местах лишения свободы. Мы сейчас 10 лет уже живем породен. Мы встречаемся, мы общаемся, но мы не живем под одной крышей. Временно, иншаллах, да. Вот. И они меня спрашивают. Мам, а вы вообще с папой ссоритесь? Конечно, ссоримся. У меня, говорю, такие претензии к вашему отцу. И они так раз смотрят. Как это так? Ну, просто говорю, ссоримся, конечно же. Кто не ссорится, тот друг друга не любит. Как это так? Ну, когда, говорю, тебе безразлично, ты к этому человеку, тебя ничего не интересует, ты там относишься к нему безразлично. А когда тебя, это, ну, бывает, ссоримся, говорю, ну, не доходит до каких-то там недопониманий, увечий, говорю, всегда бывают такие там, что-то не поняли, объяснили друг другу, решили и все. Вот. И я вижу, что уже у моего старшего сына формируется, начинает формироваться, у него уже идет такая уже ориентация, он прошел, и у него идет уже период к согреванию. И однажды он спрашивает у мужа, муж позвонил, и он спрашивает у него, пап, а как это любить маму? Вы любите маму? Ну, муж, конечно, говорит, да, да, конечно, я маму люблю. А как это, говорит, любить? Что значит любить? То есть его уже все. И мне муж говорит, ну-ка, давай, жена-психолог, разбирайся с ним сама. Я, говорит, даже не понял, как мне это, как мне на это ответить, говорит. Ну, ладно, разберемся, что. Просто, я говорю, уже интересует его, что это значит, что за чувство это. Любовь. Разберемся, это нормально, говорю. Ну, я просто спросила, что вы ответили, надеюсь, не поругали. Он говорит, нет, не поругал, просто сказал, я чуть попозже тебе отвечу. Ну, хорошо. Вот, то есть, видите, нужно, у них будут такие вопросы. А если они будут видеть один, там, негатив, да, там, папа грубит постоянно маме, то и спрашивать не надо, любишь ты маму и вообще что-то такое. Они будут понимать, что это любовь. Родители же живут под одной крышей. Папа оскорбляет, мама молчит. Или там, папа оскорбляет, мама оскорбляет вас в ответ. Дочери тоже будут смотреть и формировать правильное формирование семьи. Значит, так принято, так положено, так нормально, все хорошо. Понимаете, то есть мы становимся причинами. Мы становимся причинами того, что какое формирование у детей, восприятие семьи и какое половое воспитание у них будет. Так, давайте рассмотрим ваши вопросы. И подытожим еще, Аллах. Так, хорошо. Так, для меня это норма спора. Мне было нужно... Ранее я объясняла, что детки живут в животе, у мамы все как есть. Хорошо, моему сыну скоро будет 4 года. А, это я ответила на вопрос. Она спросила, откуда ребенок в животе, пояснила ей так. Мужчина и женщина женятся, любят друг друга, просят у Аллаха ребенка, и он появляется в жизни у мамы. Допустимо ведь... Да, на данном этапе, вот вашей дочери, на данном этапе допустимо такое объяснение, хорошее, нормальное объяснение, то есть это без подробностей, подробностей ей не нужны сейчас. Абсолютно. Нормально, хорошо ей объяснили, да, Маша Аллах. Моей дочери 11, будет 11 лет. Она не любит одевать хиджаб. Нужно ли ее заставить? Она любит одевать штаны. Нужно ли ее заставить одевать юбки? Она говорит, у меня еще не время одевать. Надо разбираться, да, что ее останавливает. Тут вопрос вообще, сестры, что вот подростки, да, чтобы девочки, они любили это одеяние, да, их, конечно, важно было вот приучать, приучать с детства, да, и важно им давать в этот момент поддержку, и важно их, вот это самооценка, понимаете? У меня, например, дочка пришла один день и говорит, мам, у меня все в классе, она на подготовительные ходила, ей было 7 лет, и она говорит, мам, все в классе сказали, почему ты носишь платок, а что с тобой случилось это? То есть в этот момент я что ей скажу? Ай, забей на них. Я всегда сестрам говорю, никогда не игнорируйте переживания ребенка. Вы вспомните себя, когда вы первый раз одели хиджаб, какие у вас были тоже переживания, как вы решились на это, да, кто-то долго не решался, кто-то решался, да, там, вот, кто-то там в один момент одел, и проблем не было. Это все как бы у всех по-разному, да, поэтому к этому тоже нужно отместись с пониманием, да, вот. 11 лет ей, если у нее нет еще ответственности, если у нее нет еще хайда, то важно вам поработать с ее самооценкой, потому что вот важно сказать, да, не только вот один раз сказали, и все. Работать нужно постепенно. То есть пробовать дарить ей, дарить, потом окружить ее, вот, всячески окружать ее, да, теми девочками, которые в хиджабе, которые любят хиджаб, показывать, как красиво, как это удобно, как это не стыдно, и как это нормально, что если ты одеваешь хиджаб, это не стыдно, это неплохо, это не то, что все будут на тебя смотреть и как-то тебя за это угнетать, понимаете, возможно, такое у нее восприятие сформировалось, ну, это можно исправить, вначале вот такие способы. Заставлять ни в коем случае, ничего заставлять не надо, сестры, только наставлять, только пробовать причины брать и идти дальше, вот так, нельзя заставлять, заставлять будете, будет сопротивление. Так, моей дочери три года, говорит, я мальчик, я не девочка, объясняю, у тебя вот такой половой орган, а у братика вот такой, говорю, у тебя вот такие красивые волосики, вот давай, как маме, завяжу тебе тоже, но нет, косынки не любит вообще, дайте ей шапку, резинки и заколки на голове не оставляет, не любит платье, мальчик наоборот, любит заколки цеплять на голову, ему два годика, очень меня это беспокоит. Беспокоит это правильно, но ничего плохого здесь нету. Смотрите, братик младший, наверное, если ей три, ему два, возможно, ему уделяли больше времени, обратите внимание на ваше отношение к детям. Если вы больше, или там, пусть не вы, пусть родные, там, папа, бабушки, дедушки и все, делают больше акцент на нем, то есть его больше хвалят, говорят, вот, мы так ждали мальчика, он появился, такие вещи. А если скажете, там, три годика, ничего страшного, у меня дочка, ей было полтора годика, когда я родила второго, это был сын, и у меня свекор очень ждал внука, она его полтора годика, она его скидывала с кровати. Она говорила, уберите этого. То есть у нее такое, хотя мы, мама с папой, там, в ней души не чаяли, то есть никак не показывали, что вы как-то разные. Вот просто от того, что поведение дедушки было в отношении внука такое, вот все. И она потом, мы работали с этим, все. И вот, когда она видит, что чуть больше проявляется внимание, говорит, ой, я хотела бы быть мальчиком. Как-то она заявила, ну, еще маленькая тогда была, лучше быть мальчиком. Вот. И так, ну, его же ждали, а меня не ждали. Ну, то есть, вот один человек сказал, и все. Поэтому обратите внимание, ну, мы работали над этим тоже. Можно это все исправить, дорогие сестры. Не бойтесь, что вы где-то допустили ошибку, мои хорошие. Мы все допускаем ошибки. У нас у всех есть ошибки. У наших родителей были ошибки. У родителей наших родителей были ошибки. Можно это исправить. Например, когда вот бывает, да, это я к чему говорю, да, я побуждаю вас к доброму отношению к своим родителям. Да, вот, например, если вы знаете, что как-то вот были где-то допущены ошибки у ваших родителей в отношении вашего воспитания, в отношении вас, да, не нужно смотреть назад, обвинять родителей и как-то портить с ними отношения. Посмотрите, что вы можете сделать сейчас, как вы можете это исправить и какие плюсы вышли из этого, да. например, там, во всем есть благо, просто мы можем не смотреть на это благо, да. Вот. Пришла одна сестра на консультацию, говорит, вот мой отец там так, 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 так делал там. Я говорю, хорошо, а вот он был жадным, на нас там, на меня там не расходовал. я говорю, а давай посмотрим, что из этого вышло. Сейчас, какое у тебя финансовое, отношение к финансам? Она говорит, я очень, я могу накапливать, и очень хорошо. То есть, я себя ни в чем не ограничиваю, но при этом у меня может накапливаться определенная сумма. Я говорю, а почему, как ты думаешь, почему это получилось? Потому что твой отец, ты приучена, что тебе вот нужно накапливать, да. То есть, ты научилась от него это. Плюс ли это? Плюс. Значит, вот видишь, не все же так плохо. Поэтому во всем, смотрите, мы все можем ошибаться. Мы сейчас воспитываем своих детей, максимально хотим правильно, но где-то все равно у нас будут пробелы, ошибки, потому что человек так создан, у него нет идеальных. У всех есть ошибки, и все равно у всех есть пробелы. Я всегда говорю, не надо смотреть, что там у кого-то там хорошо, и если вы думаете, что все как-то идеально. Мне даже бывает, поступают вопросы, что как вы добились, что у вас там так все хорошо. Кто сказал, что у меня все хорошо? У меня такие же проблемы. смотрят на среднего сына. Да, он больше приобретает знания, нежели все трое. Дочка старшая, она хочет стать медиком, у нее там больше к этому, она больше погружена в эти знания. Основы религии, все, алхамделя, есть там, все хорошо. вот он там больше приобретает знания. И я говорю, ой, вот пусть я объясню. Да, он обыкновенный. Я говорю, все они обыкновенные люди, и я тоже обыкновенный человек. У меня тоже есть ошибки, я тоже могу и капризничать, и все остальное, и все, 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 все. Сестры с клуба, например, спрашивают, так же бывают такие моменты, когда у вас что-то может оборчить, или разозлите. Ну, конечно, бывает. Я же тоже человек, я же вам не искусственный интеллект, пришедший сюда. У меня тоже есть, я тоже могу и погневаться, и огорчиться, и поплакаться, и все остальное. Все как у людей. Поэтому нужно давать себе право на ошибку и смотреть, как ее исправить. Поэтому, дорогие сестры, в заключении, вот нашей сегодняшней темы, я бы хотела бы всем и вам сказать, и это в первую очередь напоминание самой себе, что мы родители, мы стараемся, мы делаем причины для того, чтобы правильно воспитать наше потомство. Но где-то мы можем допускать ошибки. Никто из нас от ошибок не застрахован. Вот. Поэтому, дорогие сестры, мои хорошие, если вы где-то допустили ошибку, не огорчайтесь, ее можно исправить. Просто делайте причины, смотрите, как это можно исправить, и давайте себе это право на ошибку. Вы можете допустить ошибку, потому что бывает так, что вот застревают сестры в этих чувствах вины, еще в чем-то, да, и вот нет силы идти вперед. Нет, аль-хамду-ли-ля. Мы, если совершили ошибку, попросите прощения у Всевышнего Аллаха, да, и постарайтесь исправить ее, делать с причиной, и Всевышний Аллах поможет, иншаллаху та'алла. Хорошо, дорогие сестры, мы уже сегодня закончим. Два часа мы с вами поговорили. На самом деле, очень хорошая, глубокая тема воспитания детей, вот, особенно я, вот я очень люблю на эту тему разговаривать, долго люблю разговаривать, но тоже все в меру, да, ахамду-ли-ля. На следующем уроке мы с вами разберем роль матери в отношении детей, как роль матери, как ее поведение будет влиять на дальнейшее формирование воспитания детей, иншаллаху та'алла, биязни-лях. Потом мы разберем с вами отца, и январь месяц у нас, как мы планировали, будет посвящен именно этому. Субханаки Аллахума бихамдик, ашхаду аль-ляха ил-ля ант, астахфируке и ату-бу ил-ляхи. Саламу алейкум рахматуллахи ва баракятух, дорогие сёстры. Ва фиги баракаллах, ва жазаку на Аллаху хайран. Ва хайрань. Ва хайрань. Ва еген. – м.: Мب.